Италия вступила в войну. Коронавирус ударил по ней сильнее, чем по Китаю. Карантин превратился в полную изоляцию. Жизнь поставлена на паузу. Мрачная тень болезни и смерти нависла над страной. Не выходите из дома во избежание заражения, краха больниц и, прежде всего, отделений интенсивной терапии. Не будет больше красных зон. Не будет больше зоны 1 или зоны 2. Вся Италия – это охраняемая зона. Зона протекта. Превращение всей страны в так называемую красную зону считается единственной мерой, которая способна остановить распространение коронавируса нового типа. В Италии зафиксировано больше всего случаев заболевания в Европе и больше всего за пределами Азии. Атмосфера здесь не очень хорошая. Как видите, улицы все пустеют и пустеют. Многие за пределами Италии считают, что пандемия затрагивает только пожилых людей. 41-летний Джанет Зампина вышел в социальные сети, чтобы рассказать им, насколько те ошибаются. Я противостоял этому вирусу как мог, но, к сожалению, он проник в мое тело и одновременно убил человека, которого я любил больше всего в жизни – моего отца. Все говорят, что этот вирус – обычный грипп. Я могу сказать вам, что это не так. Он проникает внутрь тебя, захватывает тебя и твои легкие. Число случаев заболеваний во всем мире составляет более 250 тысяч. Эти красные точки на карте в основном дедушки, бабушки, мамы и папы. Италия оказалась самой пострадавшей страной в мире. На ее долю приходится более чем 40 тысяч случаев заражения. Более трех тысяч человек умерли от инфекции, и она все еще распространяется. Губернатор Ломбардии заявил, что ограничительные меры могут стать еще более жесткими. К сожалению, число заболевших не уменьшается. Цифры все еще высоки. Скоро мы уже не сможем предоставить необходимое лечение заразившимся людям. В регионе Ломбардии наблюдается самое большое количество случаев заболевания. В последнее время там ежедневно регистрируется почти полторы тысячи новых случаев заражения и около 300 смертей. Пик ожидается в ближайшие несколько недель. Евроньюз поговорил с одним из врачей на передовой, тех, кто вступил в битву с коронавирусом с самого начала. Она попросила сохранить анонимность. Наши отделения интенсивной терапии переполнены. Мы больше не знаем, где принимать пациентов, но мы продолжаем организовывать новые места во всех возможных частях больницы. Мы закрыли обычные операционные. Только две работают в экстренных случаях, а остальные используются в качестве палат интенсивной терапии. На Бергамо приходится самое большое число жертв. Раздел некрологов в местной газете растягивается на 10 страниц. Гробы тут можно встретить на каждом шагу. Несмотря на то, что крематорий работает 24 часа в сутки, существует очередь на захоронение. Военные вынуждены переправлять гробы в Мадену и Болонию. Мы работаем круглосуточно. Мы обратились за поддержкой даже в похоронные бюро других регионов. Они приехали из Эмилья Романии, Трента. В то время как Ломбардия перегружена, число случаев заболевания растет в соседних с ней регионах Пьемонтии и Венето. Турина и Венеция ждут своего пика. В Пьемонтии мы все еще не знаем. Выясним на этой неделе. Будут ли случаи заражения расти в геометрической прогрессии, как в Ломбардии. Это означает, что мы можем оказаться в такой же ситуации всего через 10 дней. Или у нас может быть линейный подъем, как сейчас. У нас каждый день появляются 15-20 новых пациентов, нуждающихся воспомогательным дыханием. Это как окопная война для врачей. Сотни людей были заражены, и все больше людей умирает. Некоторые работают без перчаток, так как их запасы ограничены. Я видела героические поступки некоторых моих коллег. И слышала о врачах, которые отказываются сдавать тест, чтобы избежать положительного результата и быть изолированными. Так как они хотят продолжать работать с такими же заразившимися пациентами. Самое печальное – это видеть людей, которые умирают в полном одиночестве, потому что посещения больше не разрешены. Поэтому мы последние, кого они видят перед смертью. Это не игра. Я провожу ночи в респираторе и не могу заснуть. Моя жизнь привернулась с ног на голову. И я не хочу, чтобы кто-то почувствовал те же страдания, через которые прошел я. Это может показаться лишь фильмом ужасов, но, к сожалению, это не так. Италия – первая страна в Европе, вступившая в войну с коронавирусом. Ее учреждения, ее медицинские работники и все население объединяются под одним девизом «Мы сделаем это». Что вы чувствуете, видя страну в таком состоянии? Мне было всего два года, когда закончилась Вторая мировая война. И за всю свою жизнь я никогда не видел ничего подобного. Но нам предоставили хорошие альтернативы – квалифицированное дистанционное обучение и так далее. Это действительно демонстрирует ту потрясающую степень мобилизации изолированного общества. Правительство продлило карантин минимум до 3 апреля, и итальянцы приспосабливаются. После некоторой паники возобладало стремление к организованности. Я сказала себе, нужно воспользоваться этой ситуацией, как возможностью остаться с детьми и позаботиться о них. Даже в этих условиях итальянцы нашли в себе силы поделиться лучами надежды и стойкости со всем остальным миром. Вот и мы здесь тоже. И мы сделаем это. 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 Мы сделаем это.